Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки и мальчики, начиная с 12-13 лет, то есть, по сути, на своей музыке вы воспитываете молодое новое поколение. Расскажи вот об этом воспитании, что вы воспитываете в этом поколении? Ну, знаешь, сложно говорить о том, что мы кого-то воспитываем, скорее всего, но просто приятно осознавать, что действительно какая-то часть слушателей растет вместе с нами. Потому что вот, когда мы начинали когда-то заниматься музыкой, то есть, еще это было лет 10 назад, я в этом же коллективе играл, но какое-то время я уходил из этой группы. Понятно, что тогда были вообще все школьниками, сейчас это уже достаточно взрослые люди, и они составляют примерно 30% людей, которые ходят на наши концерты или, допустим, слушают эту музыку ВКонтакте или в других каких-то социальных приложениях в сети. Но вот последнее время, последнее время, ну, скажем так, последние года полтора, конечно, динамика изменилась, и все же это, да, это составляет категория такая молодежи, которая все-таки, наверное, выросла уже при гаджетах. Им проще следить за нами, мы больше сейчас все работаем в сети, чем, например, на телевидении или на радиостанции. Хотя вот в скором времени нам будет что показать уже с этими дисками, наверное, и там с какими-то работами, а видео мы пойдем уже там опять, кажется, челобитную бить к всем продюсерам различных телекомпаний. Ну, про нашу мы молчим, но это с кем все в Киев приедем. Мы как бы основной медиапартнер группы Беспека. Не первый год. Жень, ну смотри, вот любая музыка, вот вспомни по нашей молодости, как родители ругались и бабушки, особенно, сколько можно слушать эти пролежни, группу Нирвана, которую для старшего поколения на ухо воспринимать очень сложно. Какую эмоцию несет в себе группа Беспека? Это, там, любовь между мальчиком и девочкой, там, это романтика, это какой-то протест, вот основной посыл от музыки какой? Тут, знаешь, я коснусь вот записи альбома уже, вот сюжет мы посмотрим, да, об этом, да, который сделали ребята вчера. Суть такая, что мы когда начали писать в Киеве, в Киеве альбом на одной из студий, мы думали, что все же, знаешь, мы будем работать в таком, как бы, стиле, знаешь, более понятному, что ли, слушателю, знаешь, такой, как бы, поп-рок, ну, стандартная гитарная музыка, то есть, там, взяли часть куба Бритпопа, там, переделали как-то его и написали песню и сделали, там, ну, пойти по таким, знаешь, как бы, достаточно простому, наверное, пути для музыканта, то есть пришли на студию, записали, там, звукоресурс вел и отдали тебе продукт. Ну, вот, из замены вокалисты поменялось, как-то, знаешь, ощущение, что ли, музыки, и мы в какой-то момент пришли к тому, что сейчас больше людям, знаешь, нужно, наверное, смысловая нагрузка текста не столь важна, как, например, как музыка, как в рок-музыке, да, там, как музыка протеста, что ли, а больше люди, знаешь, соскучились, особенно, возможно, наше поколение, которое, знаешь, выросло, там, на группах «Ласковый майк», к примеру, или «Кармен», ну, там, в третьем классе, в четвертом, наверное, у тебя кассеты такие же были, и у меня. До сих пор даже лет есть. Мы, люди соскучились просто по простым, понятным мелодиям такого, знаешь, наверное, старой такой, вот, доброй, электронной какой-то музыки, и мы решили, знаешь, как-то вот подмешать, немного поменять из этого саунд, чтобы эта музыка несла, наверное, это не ностальгия по прошлому, это, наоборот, как бы, знак того, что есть новые мелодии, новое развитие какое-то техническое музыкальное, и этим вот показать просто простоту и красоту музыки того времени, хотя там, бесспорно, будут, ну, скажем так, боевики, которые мы там играли когда-то на концертах, они будут достаточно в таком звучании, все-таки живом исполнены, и вот мы хотим этого добиться. То есть, чтобы была какая-то смесь все-таки и какого-то, возможно, и современного, но одновременно ностальгирующего, и, ну, как бы, современной какой-то рок-музыки добавить. Как это получится, я, честно, сейчас затрудняюсь сказать, хотя, в принципе, материал готов, это уже не мне судить, а людям, которые, там, будут эту музыку качать, слушать, там, приходить на концерты. Мы уже затронули, ты уже, как бы, мою интригу раскрыл, что наши журналисты вчера разбирали материал группы Беспека, подготовили сюжет, давайте вместе посмотрим, как происходила вся-вся-вся конетель с записью альбома, и что из этого вышло, посмотрим сюжет. Одесская поп-рок группа Беспека заканчивает работу над своим первым студийным альбомом. Название пластинки музыканты держат в тайне. Уже скоро в сети появится сингл из дебютного студийника на композицию «Скотч». Работа над первым лонгплеем проходит в домашней студии музыкантов. Как уверяет вокалист Беспеки Алексей Юлынский, работа по накоплению материала практически завершена. Мы сейчас собрались здесь всей группой, и уже в течение нескольких месяцев пишем наш дебютный альбом. Уже у нас есть материалы на 10 песен. Осталось только немножко собрать вокальные партии, объединить все. Скоро будет презентация. Первой ласточкой одесситов стала песня «Порожня любовь». Клип на композицию был в эфире многих украинских телеканалов. Известность Беспеки принесло участие коллектива в популярном телевизионном проекте «Свижа кров» на музыкальном канале М1. Клип на композицию «Порожня любовь» Год назад место фронтмена занял Алексей Елынский. Вместе с новым вокалистом Беспека приступила к поиску своего звука как во время живых выступлений, так и при записи своего дебютного альбома. Это будут те песни, которые в большинстве уже слышали на концертах, но часть песен будет действительно новой. И возможно из-за них так долго тянется запись, потому что мы начинали с нуля действительно. Мы хотели сначала писать все, что у нас уже было, чтобы подвести какой-то итог. А в результате мы сейчас издаем действительно новую пластинку. И те песни, которые уже люди слышали, они услышат их, наверное, в вообще новом звуке. Во всеукраинский тур в поддержку дебютного альбома музыканты планируют отправиться уже в следующем году. Мы уже здесь, в их пирах телеканала и радиостанции. Кто из наших телезрителей не был знаком с группой Беспека, смог познакомиться и с новым солистом, и со всем составом группы Беспека. Когда планируется все-таки выпуск альбома, когда будет его презентация, и вот как ребята успевают? Я так понимаю, что не все же занимаются только музыкой, у всех есть работа. Вот у тебя есть работа и семья, и плюс музыка. Как вы справляетесь со всем этим? Это интересный вопрос в целом. Если на первую начать отвечать, наверное, все-таки мы планируем его закончить до Нового года. Но как там будет происходить дальше его промоушен? Это уже, пока таких планов больших нет, сейчас надо придумать, какая будет обложка, как это все будет, порядок песен. И в принципе, главное сейчас, конечно, сведение. Но в целом, я думаю, что тур в поддержку, наверное, конечно, в следующем году. А издавать мы его, если получится, наверное, в декабре это сделаем, чтобы можно было какой-то подарок сделать своим слушателям перед Новым годом. Ну и оставить какой-то след в этом году. То есть мы достаточно большую работу проделали, и произошла смена вокалиста, и подвести итоги, как говорится, пластинкой. Что вот мы взяли человека, как бы, и он пришел, принес новую какую-то волну музыкальную в коллектив. И надо это было все-таки упорядочить, вот этот альбом, эти 10 песен, и сделать такую вот подобную работу. Если говорить о занятости помимо музыки, то, к сожалению, мы, принятно, что все работают практически на своих каких-то работах. Там у нас и преподаватели есть, и геодезисты, и профессиональные музыканты, в принципе, как наш клавишник Андрей. Но в целом, к сожалению, уделяем мало, очень мало времени музыке, но хватает уже опыта, который когда-то был наработан с другими коллективами, и в процессе вообще репетиций в прошлых. Тем более, что мы очень долгое время, когда искали, как бы Леша лучше петь, например, или как лучше аранжировать тот материал, который мы записали, мы достаточно много, ну, практически в течение этого года, мы разбирали там чужие песни, в принципе, и чужих авторов, и диджеев, и поэтому это помогло прийти к тому пониманию, что мы хотим услышать. То есть этот опыт мы принесли, и поэтому бывает, что вот работаем, последний раз я ушел от ребят, это потом 3 часа ночи. Потому что делать надо уже, а времени нет. Просто я после работы приезжу домой, я уже, честно говоря, не хочу уже ехать обратно на студию, чем-то заниматься дальше. Поэтому как-то совмещаем. Женя, ну вот смотри, у вас за спиной и большие концертные площадки, и эфиры на центральных телеканалах, то есть и в телевизионном просторе, и на сцене вы добились достаточно много, я знаю, что стоило это больших усилий, потому что просто так бесплатно музыкантов показывать не хочет никто, все хотят на этом тоже заработать какие-то деньги. Какие вот планы на будущее? Нашли ли вы продюсера, который будет заниматься вашими интересами, либо все решаете сами? И вот как сейчас украинский шоу-бизнес готов к тому, чтобы группа Беспека вышла на новый уровень? Ну сейчас мы работаем как бы на самопродюсировании, и в целом, наверное, это скорее всего, ну по нашему мнению, опять внутренне, это хорошо скажется на материале, который мы делаем. Потому что любой продюсер, он работает правильно, он хочет зарабатывать деньги, он не хочет ждать, когда группа будет сидеть в студии, занимать время и тратить деньги, как бы его, который он должен на него найти, он очень сразу получает материал достаточно быстро. Но опять же, спешка бывает приводит к тому, что, ну там, как говорят в Киеве, что главное сделать два хита в альбоме, а все остальное, ну он просто для количества, чтобы ты его просто издал, а потом то, что старое есть, там мешает, и ездите по Украине, там чеши, как говорится, зарабатывай просто деньги. Но тут опять же, мы все-таки делаем дебютную пластинку, запаса песен, старых каких-то хитов там у нас просто нет, и ездить надо с нормальной программой, поэтому мы, из-за того, что мы перешли на такой вот вариант самопродюсирования, как бы, и занялись этим самостоятельно, наверное, это какие-то плоды принесет, потому что все-таки это мы пытались от сердца это сделать, и я надеюсь, что такую, знаешь, такую волну принесет в шоу-бизнес, если мы придем к тому, что в 2013 году мы поедем в тур, по-любому будем снимать клип. И все-таки хочется что-то такое сделать, знаешь, как свежая струя, знаешь, когда струя появилась, это была раз, а тоже была непонятная какая-то ситуация такая, что вроде лезли уже такие, знаешь, там певички, они брали, в принципе, не голосом, а внешностью, ну, в принципе, как до сих пор это происходит. Это было что-то свежее, вот хочется что-то действительно показать новым слушателям, которые на самом деле хотят нас открыть, показать, что есть вот простые какие-то отношения, возможно, которые даже заканчиваются не очень хорошо, но этими песнями показать, что есть на самом деле какое-то настоящее чувство, возможно, хотя как бы это банально не звучало, там, и тысячу раз об этом говорят, но оно же есть, и благодаря этому, возможно, там, люди живут вместе, и рожают детей, и вообще мир существует благодаря этому чувству, а не благодаря там, там, тем же деньгам, к примеру, хотя это тоже важно в отношениях в будущем. И я так предполагаю, очень насыщенный альбом вообще по песням, там будут, как рассказаны, истории вообще разные, то есть и там будут и маленькие трагедии, так и большие радости. Я так думаю, что вот, знаешь, как-то мы это все вместе сейчас правильно все это расставим, знаешь, по своим местам, это будет на самом деле интересно, и, возможно, это целое будет захватывающее приключение для кого-то, кто первый раз там включит в плееры нас и послушает. Ваши поклонницы в основном девочки очень юные, там, 14, 15, 13 лет, понятно, что девочки приходят на концерт, вы для них уже взрослые дядьки по возрасту, понятно, что дети влюбляются для того, чтобы это самый такой возраст, для первой любви. Как вот вы общаетесь с поклонницами, насколько вы вот ответственны в этом плане? Понятно, что вконтакте там начинают писать там, «Беспека, мы вас любим», но это ответственный момент, это все-таки дети, вот насколько толерантны вы в этом вопросе? Ну, тут вопрос такой, тут надо быть, все же, знаешь, не, как бы, тоже не приходить к какой-то грань в одном случае, в другом случае тоже, знаешь, там, не ставить какой-то себе там пьедестал, знаешь, мне 30 лет, а тебе там 14, что ты мне там вообще пишешь, как бы, это тоже неправильно будет. Ну, то есть я не говорю так писать, а именно себя ставить так, риторику такую водить в переписке какой-то. Но все же это надо понимать, что человек, который интересуется твоей музыкой, и, например, тоже там, там, послушай это, например, там, послушай вот эту музыку, например, или вы похожи на кого-то. Я никогда не говорю, например, я не обижаюсь, когда мне пишут, что вот вы мне напомнили, там, ну, там, я ходила на концерт, там, другого коллектива, там, похожего по нашему, там, звучанию, или по нашему формату, наоборот, пишу, ну, вот, классная песня, мне тоже, кстати, нравится. Поэтому тут не учу, как бы, чем-то делюсь, знаешь, на самом деле, потому что они слушают одну музыку, я вырос совершенно другой, но какая-то эта связь есть, все-таки мы делаем тот продукт, как бы, ту музыку, которая понравится, вот, скажем так, этому поколению, современному поколению. Хотя, вот, если ты, если вернуться к тому, как мы выглядим, ну, мне, там, до сих пор дают, там, 22 года. И то, ничего себе, так ты, там, некоторые, там, 15 лет пишут, и мне, там, в два раза старше, у них, там, это шок, к примеру, когда они, там, видят год рождения ВКонтакте. Но, в целом, это не мешает нам общаться с ними и переписываться, как бы, они, там, подружек приводят. Ну, и другая проблема, знаешь, в многих клубах есть, этот, как же называется, фейс-контроль, их не пускают просто, знаешь, говорят, давай паспорт, там, 18 лет и все, и они вот жалуются. Поэтому мы всегда, вот, например, даже если нам предлагают выступить где-то, там, в Одессе, даже, допустим, бесплатно, на большой сцене, мы всегда с радостью соглашаемся, потому что это возможность, вот, им именно прийти к нам на концерт, потому что мы, например, таких условий не знаем, мы их не оговариваем в клубе, там, например, а у них есть этот, и они, люди уходят, там, стоит группа, знаешь, я, там, захожу с инструментами, нас не пускают, можешь провести, я говорю, ну, я же эти вопросы решить не могу, но стараемся как-то, вот, и выступать, там, например, давать концерты в каких-то других залах, других, например, в каких-то помещениях, возможно, участвовать в каких-то совместных концертах, там, где эта публика, на самом деле, сверхблагодарная, она придет, они придут, и они получат заряд энергии, и с нами поделятся, потому что, когда ты это видишь, когда они просто перед тобой все пляшут, улыбаются, это самое, ну, самое классное ощущение, которое вообще есть, ради этого, в принципе, все музыканты выступают, чтобы обмениваться энергетикой и давать, ну, и как бы что-то получать взамен, ну, это, на самом деле, за деньги не купишь, и любой музыкант, ну, 99%, наверное, но они мои слова могут подтвердить. Ты единственный из всей группы, кто этим летом был на самом масштабном европейском фестивале «Эксит» в Сербии, как музыкант, вот какой опыт ты привез для своей группы, что ты там увидел, чего нет на украинских фестивалях, на том же «Джаз», как ты бейли, или на «Червоной руте», ну, у нас много и смешных фестивалей, есть более-менее профессиональные, но вот чего нет в Украине, ничего не подойдет. Все же, знаешь, нашим фестивалям, ну, и мы выступали на многих мероприятиях, там, да, можно поставить хорошую зачет, например, там, джаз-фестивалю в Коктебеле, потому что там все-таки организаторы очень неплохо относятся как к музыкантам самим, так и к их требованиям, то есть, что касается технического какого-то обеспечения выступления, качества звука и самого пребывания там, то есть, это расселение, это все, что, ну, скажем так, входит в состав хорошего выступления потом любого коллектива. Они практически неделя, там, звезда, ты или ты артист, ты приехал, тебе нужны нормальные условия, это один из плюсов. Но у нас не хватает чего? У нас, наверное, может, не хватает пока культуры посещения таких мероприятий, и многие, наверное, организаторы не понимают, что люди приезжают все же даже не музыку послушать в целом, а, скажем так, провести просто время, потому что в основном, там, 90-80% людей, которые приезжают, это творческие люди, которые на своих работах работают, 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 приезжают, понятно, что они хотят в неформальной сфере отдохнуть, там, выпить коньяк, там, пойти просто походить вдоль моря или, там, посадить какие-то, ну, там, достопримечательности, возможно. И вот не хватает, наверное, вот каких-то, знаешь, развлечений, потому что, да, в Сербии, на Эксите, там, культура совершенно другая, человек устал, скажем так, прилег, сразу подходит медработник, там, из волонтеров, проверяет, все ли с этим гражданином нормально, и достаточно толерантно относятся, там, к выпивающим, ну, вот, там нет пьяных, там, никто не ходит, нет, никто не шатается, все культурно понимают, что он пришел, он устал, он идет отдыхать. Это что касается проведения этого мероприятия, ну, понятно, что, там, мы не будем, допустим, там, дружелюбие полиции, и всего, и организаторов, волонтеров этих фестивалей, которые работают, работали на Эксите. В целом, если касаться музыки, то есть, наполнения самого фестиваля, понятно, что таких фестивалей масштабных в Украине не будет еще в ближайшее время, но я думаю, что 2-3 года нас отделяет этого, я думаю, что скоро такие фестивали будут, поэтому есть чему научиться, еще поездить, я думаю, что, в следующем году, кстати, нам не написали в контакт, ждут Сербии, этим мы займемся потом, мы поговорим чуть позже. Ну что ж, я желаю всей группе Беспека удачи, желаю вам презентации хорошей вашему новому альбому, ну, и хорошо тебе, Жене, отработать на выборах, это как музыка музыкой, а работа работой. Итак, у меня в гостях сегодня был бас-гитарист группы Беспека Евгений Лысый, мой коллега-журналист. Во втором блоке гостиной мы с вами поговорим о особенностях осеннего макияжа. У меня в студии будет Олеся Михайленко, визажист-стилист. Не переключайте, это будет очень много интересного, как для женщин, так и для мужчин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова